Землетрясение. Статья из Большой советской энциклопедии. Землетрясение – подземные толчки или колебания почвы, вызванные естественными причинами. Слабые землетрясения ощущаются по легкому скрипу листьев комнатных растений, колебанию воды в сосудах, раскачиванию висячих предметов и другого. Более сильные колебания почвы вызывают растрескивание штукатурки, падение отдельных предметов комнатной обстановки. Отмечается еще несколько градаций всеусиливающегося эффекта землетрясения, вплоть до разрушения населенных пунктов, изменения вида поверхности земли, образования крупных обвалов на склонах гор, растрескивания почвы и другого. Подобные землетрясения в населенных местах иногда сопровождаются большим количеством человеческих жертв. Участок на поверхности земли, в пределах которого сила подземных толчков достигает наибольшей величины, называется эпицентром. По мере удаления от эпицентра во все стороны, сила толчков постепенно уменьшается, до едва заметных колебаний почвы. Эпицентр в большинстве случаев не является непосредственным источником колебаний, а представляет собой лишь отражение на поверхности земли очага, то есть того участка в глубине земли, в котором возникло землетрясение. Очаги могут находиться на различных глубинах, до 600-700 километров ниже поверхности земли. Сильные землетрясения сопровождаются подземным гулом, достигающим иногда большой силы. Наука о землетрясении, сейсмология, оформилась около 100 лет тому назад. Однако более 200 лет назад замечательный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов предложил идею о возникновении землетрясения, указав на их связь с нарушениями, наблюдаемыми в земной коре. Движения, испытываемые земной корой, ведут к образованию различных трещин и разрывов и часто сопровождаются землетрясениями. Кроме землетрясений, вызванных движениями, происходящими в толще земли, известны землетрясения вулканические, связанные с вулканическими извержениями, а также обвальные, связанные с обрушением подземных карстовых пустот. При этих землетрясениях толчки не достигают большой силы и распространяются недалеко. Выделяют также море трясения. Это резкие колебания воды в морях и океанах, возникающие при землетрясении, очаг которого находится по дном моря или в прибрежных областях суши. Сила море трясения весьма неодинакова и может измениться от едва заметных сотрясений до разрушительных толчков, при которых находящееся в море судно может потерпеть аварию и даже погибнуть. При сильных море трясениях, сопровождающихся внезапными изменениями дна, на поверхности моря возникают водяные валы, цунами, которые распространяются со скоростью нескольких десятков метров в секунду. Приближаясь к берегу, эти валы приобретают большую высоту, до 15 метров и более, и могут причинить большие бедствия в прибрежных населенных пунктах. Продолжение следует... Продолжение следует...